Привет, Аминникана. Полуостров Самана. Вот так выглядит аэропорт здесь. Наш самолет, на котором мы прилетели, Нордвин. Вот такой колонной нас направляет уже сам аэропорт. Здесь стоят маленькие самолеты, которые, скорее всего, летают в Пунта-Кана. Здесь такая большая очередь. Нужно пройти сейчас паспортный контроль. Поэтому здесь мы потратим минут 30-40 точно. Аэропорт интересно оформлен. Здесь такие вот окна и выглядывают люди. Местные люди. Здесь же находится стол, где можно заполнить миграционную карту. По пути следований очень много пропадает с этих столов. Приехали на отель. И вот эта вот очередь. Здесь на ресторсе. Чтобы директироваться. Население в отеле. Здесь приехали на коктейль. Конечно, был. Приехали на коктейль. Приехали на коктейль. И мы уже практически подобрались к самому ресепшену, чтобы зарегистрироваться. Получается, сюда, наверное, летел самолет. 500 человек у него. И практически, наверное, все сюда приехали в этот отель. Первая встреча с гидом. Сколько много народа. Я всех приветствую из Доминиканы. Хотел бы сделать небольшой обзор отеля, в котором я сейчас отдыхаю. Отель называется Grand Paradise Amana. Четыре звезды. Так, вот смотрите. Сюда подъезжает автобус, высаживает пассажиров. Находится ресепшен. Если мы смотрим в левую сторону, здесь находится у нас океан. Атлантический океан. И в левой стороне, пройти метров 800 примерно, будет поселок Лас-Галерас. Рекомендую туда сходить, прогуляться. Там можно купить сувениры. В основном все сувениры я купил там. Ром, какао. Сейчас небольшой обзор я приду. В номер я сделаю. Примерно время в пути 10-15 минут. По пути еще будут всякие попадаться сувенирные лавочки, где можно посмотреть там картины какие-то. Кокос продают. Рекомендую торговаться с кокосом. Предлагают в основном где-то 2 доллара. Ну, за доллар всегда, вроде бы, получаются, уступают. Смотрите, здесь у нас находится магазин при отеле. Доминикал Вэлл Март. Но мини-марки, да. Вот, смотрите, здесь цены, так, я бы сказал, слегка завышены. Не рекомендую сюда ходить. Если вы все-таки пойдете туда, куда я говорил, метров 800 пройдете в поселок, там намного вы дешевле купите. Купите какие-то сувениры, ром и так далее, сигары и так далее. Вот. Здесь цены иногда даже в 2, а то и может быть в 3 раза завышены. Но элементарные вещи какие-то купить, это все рядом, вот все это находится. Так, мы двигаемся сюда. И, смотрите, вот здесь находится такая пальмовая роща. Вот если мы сюда пойдем, вот такого, вдоль будем идти океана, то мы выйдем к пляжу. Но роща пальмовая просто поразительная, очень красивая. Просто потрясающе. Здесь гулять, одно наслаждение. Так, все, я нахожусь возле самого ресепшн. Давайте зайдем сюда, посмотрим. Ну, вот, смотрите, вот сюда мы приехали. У нас был большой заезд. Я, наверное, думаю, что пол самолета, наверное, точно здесь вышло. Видео у меня есть, я снимал. Наверное, человек так 100 с чем-то, наверное, здесь находилось. Ну, конечно, было, конечно, для меня это первое с такое количество людей, чтобы при заезде было. Ну, давайте посмотрим. Время. Доминиканское время. Так, я сейчас снимаю, получается, практически 5 вечера. Ну, вот, ИСА США. Ну, так выглядит ресепшн. Народу сейчас мало. Ну, и вообще сейчас народу как-то мало, все где-то разбрелись. Кто-то может, у кого-то сон. Кто на пляже. Так, двигаемся мы в сторону моря и посмотрим сам отель, как это все выглядит. С правой стороны сейчас будет у нас ресторан основной, где мы кушаем. Вот, на завтрак обычно всегда много народу. Потому что просыпаются все рано. Потому что все-таки время отличается. Просыпаемся мы все рано. И примерно в 6.30, в 7.00 здесь уже все сюда приходят. Так, здесь какая-то движуха идет, убираются. Мы двигаемся в сторону моря. Посмотрим, что там. И покажу вам сам отель. Так, карта, расположение. Первое кафе, которое попадается у нас. В основном здесь вечером больше, наверное, европейцев проводит время. Кстати, по посещаемости, смотрите, мне кажется, все-таки здесь 50% русскоговорящих и 50% все остальное. Но нашего брата очень много. Прилетели мы туроператором «Пегас». И если посмотреть по ценовой категории, возьмем, то этот отель «Гранд Парадайз Самана», я считаю, что он по ценовой категории самый низший в направлении Самана. Поэтому в этот отель очень много приехало народу. Вот сейчас я подойду, закажу себе что-нибудь выпить. Давайте Мамухуану я, наверное, возьму. Ола. А Мамухуана и Ола Айси. Мамухуана, на потенция, на потенция, на коронавирус, на потенция, на коронавирус. Да, и что самое интересное, здесь дают, я показываю, смотрите, два напитка на человека. Получается, я могу взять только два стаканчика. Вот, в то же время пишут. Получается, два стакана на момент, когда я подошел в бар. И кока-колайз. Кока-кола в бутылках идет. Иногда пиво тоже в бутылках наливают. Веселые ребята, всегда радуются. Как говорится, у них маньяна. Все завтра радуются жизни, никуда не торопятся. Давайте быстренько сейчас выпьем. Так, это у нас бассейн. Я выпиваю. И мы направляемся в сторону моря. Так, вот с таким вот видом. Мама-хуана. В лечебных целях я его выпиваю. Приятный напиток. Вино или мед. Ну, здесь, скорее всего, вино. Вот. Бывает с ромом делают. Очень приятно, очень приятно. Ну, в лечебных целях его пьют. Ну, как бы, назовем так, не бухают им. А потихонечку выпивают. Ну, еще раз. На здоровье, ребят. Так, и кока-колочки. Возьму с собой бокал. Буду идти выпивать. Потихонечку цедить кока-колку. Ну, давайте посмотрим. Бассейн. Народу мало. Все-таки до обеда больше здесь бежуха творится такая. Вот. И посмотрим сейчас бунгало, где я живу. Здесь у нас фото. Ну, кстати, насчет два бокала на руки. Я тут первый раз меня такое встречаю. У меня никогда такого не было. Я сначала не понял. А потом мне показали. Говорят, хватит, братуха. Два стаканчика. Потом заново, типа, получается, становись в очередь. Как-то не знаю, что они из этого выиграют. Ну, по сути дела, как вот мы выпиваем, так оно и получается. Какой-то, какая-то, что-то неправильно, мне кажется. Так, это детский бассейн. Глубина здесь, наверное, я не знаю. А, вот 55 сантиметров, да, глубина. Давайте посмотрим, что здесь у нас с глубиной. Потому что я знаю, некоторые очень любят проводить время в бассейне. Я как-то даже ни разу здесь не купался. Я только море, только море. А, да, метр тридцать, смотрите. Метр тридцать. Солнышко потихонечку уже садится. Но все равно в разгаре, солнышко обжигает, светит. Руки, смотрите, как загорели. Вот. Все, сейчас мы направляемся в сторону моего мунгала, где я живу. Мунгала у нас номер пять. Так, мы покупали премиум. Немного доплатили, но разница существенная. Смотрите, у нас будет свой бассейн. Сейчас подойдем сюда, вы видите, что там народу практически никого нет. Все алкогольные напитки, получается, только принадлежат нам. Там всего два бунгала. Вот. У нас другой цветом браслета. Сейчас попозже покажу. Просто у меня рука занята. У нас черного цвета. А вот если посмотреть, вот этот желтый, это детский, скорее всего, браслет. Вот. А в основном оранжевого цвета. И еще есть там люксовские. Там другого цвета. У них свой там пляж. Ну, я не знаю, для чего это уже. Но у нас, смотрите, привилегия Wi-Fi. Нам не надо платить. Плюс сейф. Это тоже все-таки, я считаю, копеечку приносит. Смотрите, за сейф не надо Wi-Fi, не надо платить. Плюс свой бассейн. Там мало народу. Там свой бар. Пожалуйста, никогда очереди не бывает. Вот, смотрите, пятерочка. Это наша. Это шестерка. Это премиумные. Немного дороже. Но я вам сказал, в чем плюс. Смотрите, свой бассейн. Ну, бассейн, это понятно, что любой может плавать. Но в бар только мы можем попасть вот с этим черным браслетом. Вот этот черный браслет, это наш. Народа, смотрите, как мало. Так же и вечером. Наш персональный бассейнчик. Алкоголь там. Барселла. Да, алкоголь здесь в основном барселла. Ром барселла. Как-то там брюга или других напитков. Ничего нет. Ну, я типа дойду до моря, тогда сниму и вернусь. Вот здесь я уже живу. Десять дней получается. Зато мы, кстати, уезжаем. Вот такая вот красота водопадина. Здесь кофе можно взять. Коктейли. Ну, все, обычный такой бар. Люди уже идут. Ола. 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 Потихонечку некоторые идут с моря уже. И вот смотрите, какая красота открывается. Море потрясающее, ребята. Потрясающее. Я доволен, счастлив. Природа просто сама не шикарная. Просто шикарная. Очень много пальм, возвышенности. Какая-то, ну, типа небольшие горы здесь. Здесь экскурсии все живописные. Вот если взять Пунта-Кана, там, конечно, больше такая движуха. Но здесь вот увидеть Доминикану, красоты Доминикана, это сюда, ребят. Вот смотрите, какая красота. Я сейчас булочку не взял, но мы подходим к прудику. Здесь будут уточки. Здесь будут черепашки. Здесь будет рыбка. Здесь будет птичка, которая ловит рыбок. Берет булочку, кидает. Вот. И сама ее не ест и ждет, когда подплывет рыбка. И охотник, этим словом. Давайте смотреть. Вот если вы будете здесь, сюда не приходите кормить рыбок, птичек и черепашек. Я вам сейчас покажу другое место. Здесь их мало плавает, но я сейчас вам покажу более интересное место. Давайте здесь сначала посмотрим. Смотрите. Красота, да? Давайте я сюда еще подойду. Сразу покажу. Одно местечко. Здесь делают массаж. И мы... Ух ты, голубь. Вот они плавают. Уточки. Жалко, я хлебушку, наверное, не взял. Взял или не взял? Есть у них в кармане? Наверное, я хотел взять, а не взял, да? Так, смотрите, что насчет массажа и цены. Посмотрим. Так. Давайте русский. Расслабляющий массаж. 60 минут. 40 американских долларов. Чистичный массаж. 25. Так. Смотрите. Традиционный тайский массаж для регенерации, восстановления, воздействия на меридианы, тело, энергетическая линия. Короче, все красиво написано. Так, дальше смотрим. Диплом. 1982. Государственный диплом массажиста, физиотерапевта, Париж, Франция. Вот так вот все красиво. 94-й год. Диплом медицинского терапевтического массажа доктора по традиционному массажу национальная школа Лат По, Бангкок, Таиланд. Так что, ребята, здесь вот так вот. Пойди-то все так серьезно, красиво написано. Такой вот стенд. И вот здесь делают массаж. Ну, это, наверное, массажист, как я понимаю, птичек. Кормит такая серьезная леди. Вот. Там кому-то уже массаж делают. Немного посмотрим. И давайте я вам покажу, покажу все-таки, где надо кормить, где надо кормить рыбок и все остальное, все остальное, что здесь плавает в этом прудике. Ола. Так, у меня еще куколы. Смотрите, идем сюда. Хорошо, когда прохладный напиток есть. Вот. И здесь мы сейчас увидите сколько, но скорее, да я булочку не взял, но здесь кишит. Просто лучше приходите сюда. Здесь намного больше черепах, птичек, рыбы. Очень и очень много. Вот здесь, получается, ресторан находится. И вот сзади вот этого ресторана, вот сюда мы идем. Эх, зря, наверное, не взял. Сейчас посмотрю. Вот. С булочкой идет. И вот здесь очень и очень много плавает рыбки. О, о, молодец. Давай, давай. Отлично. О, процесс пошел. Отлично. Ну, вот они приходят и сами подкармливают здесь. Плюс туристы. Здесь вот, вот здесь самое, самое оно. Здесь очень много рыбы. И очень большой. Ну, вот она черепаха плавает. Надеюсь, видно. Вот она черепаха. Вот они, вот они, вот они, ребята. Сколько их много. Так что я вам такой небольшой секрет раскрыл, куда приходить. Красота, красота. Так, ну, а что, давайте я направляюсь в сторону все-таки. Спасибо. Направляюсь в сторону моря. Только я с другой чуть-чуть в сторону зашел. Нигде, а в основном, где идут по мостику. О, куколку пью. Так, вот, смотрите. Чуть-чуть с другой стороны зашел. О, кругом пальмы. Здесь травка. Просто потрясающий пляж. Просто. Я ставлю пятерку. Вот пляж, красота. Это пять с плюсом. Так, насчет самого моря. Смотрите. В ход иногда попадаются камушки. Вот. И чуть-чуть иногда есть водоросли. Но ставлю пять с минусом. Вот за это только. Все остальное пять с плюсом. Смотрите. Давайте. Я медленно провожу камеру. Мы любуемся. Наслаждаемся этой красотой. Просто лепата. Работает анимация. Можно с лука пострелять. Вот там чуть дальше, правей. Вот там волейбол, кстати, гоняют. С лука стреляют. Игры проходят. Тут аэробика. Тоже. В основном девушки в море там танцуют. Вот здесь какой-то спорт проходит. Шары кидают. Но это в основном европейцы. Так. Здесь где-то ночью около 12 дискотека. Немного слышно с нашего номера. Так что чтите. Но она недолго, около часа идет. Так. Мы двигаемся к самому морю. То есть не море, а океану. Смотрите, сколько много народу. Насчет лежаков. Смысл занимать не вижу. Всегда можно прийти и найти. Да. И, по крайней мере, с полотенцами надо быть аккуратным. Потому что вот женщина тут занимала. Рано приходила, оставляла полотенце. И она исчезла. Ну, точнее, на всю семью одно полотенце исчезло. Ну, в этом плане, смотрите. Так что смысла нет здесь приходить раньше и занимать полотенце. Так. Ну, вот, смотрите. Небольшой только отлив. Сейчас. Море просто потрясающе. Ну, вот здесь попадаются чуть-чуть иногда камушки какие-то или кораллы. Вот. И плюс чуть-чуть водоросли есть. Ну, море мне нравится. Очень нравится. Красиво. Очень красиво. С погодой. Насчет погоды. Смотрите. Один день был не айс. Ну, пришлось на ресепшене. Ромикс пить. Вот. С кока-колкой. Были дожди, пасмур. Но я оставлю, что это был такой день без... Ну, загубленный день. Да, как мне называют. Загубленный все равно день. Хочется ему приезжать, чтобы на пляже поваляться. Один такой день был. В основном вот такая вот погода. Вот. Один день, да. Денька два было пасмурно. Так, с кратковременными дождями где-то было. Дожди иногда бывают все равно. Кратковременные. Там пять, десять минут. Ну, я думаю, это... Все это ерунда. Мы едем в основном вот за такой погодой. И такая она погода и есть. Ну, давайте пройдем по пляжу. Посмотрим. Красоту вот эту. Красота. Лепота. А я хожу, коколку со льдом пью. Так, ребят, давайте направляю в сторону номера и покажу номер. И сувениры, которые я купил домой. Все, давайте. Я сейчас выключаюсь и включаюсь возле уже номера. Бар. Бар, кстати. Пляжный бар. Никогда не пустеет. В десять часов открывается. И движуха здесь начинается. Ром Барселлы наливают. Один вид. Барселлы там, Аньеха вроде бы. Все. Иду в сторону номера. Итак, я поднялся на второй этаж. У нас номер 5206. Дверь открывается карточкой. Заходим. Так, я включаю свет. Света как-то тут не густо, конечно. Давайте заходим сюда. Включаем свет. Смотрим. Так, у нас ванная комната. Здесь у нас все функционирует. Водичка теплая бежит. Какие-то там мыло у нас там. Шампуньки. Туалет все смывает. Ну, здесь в этом вопросах нет. Самое нравится, что вот такой дождь хороший все-таки на опор. Мыться здесь одно удовольствие. Вот. Все хорошо. Смотрим дальше. Ну, как всегда, сейф. Сейф здесь, смотрите. Сейф. Сейф идет с замком, с ключом. Нам на ресепшнене дает вот такой замок. Вставной. И уже здесь вставляем мы. Вот. И у нас с ключиком. Нету здесь кода. Это наш такой попкорн. Мы здесь плаваем. Смотрим дальше. Давайте заходим. Вот так выглядит наш стандартный номер. Две кровати. Ну, на двоих человек здесь спокойно. Нас трое человек. Здесь телевизор. Кстати, телевизор. Один канал. Первый канал, с нею чтобы это работает. Мы его вообще не включали. Включали пару раз. Просто так, чтобы как подсветочка шла. Вот. Здесь мы пользуемся. Выключили телевизор. И у нас зарядное устройство здесь стоят. Вот. Это мои покупочки домой. Ребята, оцениваем, а? Красота какая. Вот это я взял домой. Сейчас я подойду поближе. И мы их я уже покажу. Так. Холодильник. Здесь у нас. Смотрите, у нас пиво всегда. Кока-кула только единственного нет. Мы выпили. Кока-кула стоит. Спрайт. Водичка. Все в этом плане. Вопросов нету. Бар пополняется. Плюс у нас еще идет кофе, чай попить. Так. Дальше. Смотрите. Вид. Вид у нас на океан. Ребята, просто потрясающе. Открываем. У нас просто сейчас все закрыто. Кондиционер работает. Так, давайте открываем. Вот. Сразу цвета какие-то и столя. Красота. Ну, буквально, наверное, метров 150. До океана у нас. Красота. Бар. Люба. Здесь у нас столик. Два таких небольших кресла. Вот. Смотрим дальше. Это вид у нас идет от окна. Так. Все. Вроде бы такое представление мы уже имеем об этом номере. Все стандартно. Все обычно. Без всяких кондиционеров. Работает холодно. Что еще надо? Все достаточно. Мне придираться к нечему. Плюс я еще раз говорю. Буквально 150 метров до моря. Единственное там где-то с пол двенадцатого до пол первой ночи. Иногда так бесцотека зажигает. Ну, ничего. Мы отдыхать приехали. давайте посмотрим наши покупки которые я взял смотрите 560 брюгаль мне очень понравился здесь ромб рюгаль вот больше чем империал барс то есть чем больше чем барселла если барселла будете брать берите только в коробках но это мое мнение каждый пусть сам решает что ему надо что он хочет если вы будете я считаю если вы эти барселла берите только в коробочках вот этот вообще смотрите люксовский такой вариант уже подарочный полностью хотя это тоже подарочный вот вот смотрите вот это стоит одна тысяча пятьдесят а вот этот стоит 925 вот вот барселла в коробочках он просто зажигательный мне очень нравится которым мы пьем здесь наливать барселла в бутылках просто но он чуть-чуть все таки жестковатый а вот этот мягкий такой хороший вот брюгаль можно ее такой брать мне брюгаль больше нравится чем барселла смотрите какой я взял брюгаль здесь 175 короче 1 литр и 750 и с ручкой просто удобно если есть какая-то вечеринка то просто таку наливаете просто зажигатель вот это на вечеринку какой-то дома взять потом легенда смотрите тоже сказали очень хороший ромб я не пробовал но я взял коробочки смотрите тоже стоит примерно примерно стоит 20 баксов как и в основном вот это примерно одинаковая цена одна тысячи пятьдесят это мы делим на 50 получается 21 доллар вот это стоит дальше смотрим вот если будете брать маму хуану рекомендую вот так вот перевернуть и посмотреть чтобы она не текла очень много маму хуана который течет протекает я вот вот этот именно так вот пробочка она не протекает вот мои советы каждый сам пусть решает вот это вот такие вариантики здесь смотрите 33 350 миллилитров это просто идеально для подарочков xv брюгаль рангом выше чем вот этот брюгаль вот для подарка просто идеально такие небольшой все-таки у нас 15 килограмм можно привозить настрой человек так что мы спокойно все должны перевести какао какао доминикане обалденное мне нравится больше чем на кубе так что обязательно берите какао какао бывает разного смотрите стопроцентные 200 стоит шариками это 4 доллара получается кофе вот это сказали очень вкусная его раньше помню был брал я давно был уже доминика нет я помню что такой покупал что у нас вот такой вариант есть какао так это мой манго кстати маракуйку мы взяли домой смотрите какой крупный маракуйя красота так дальше что у нас сигары сигары это так в подарочное здесь на пляже получается можно за десятку взять пять штук пять сигар везде пусть и сигары продаются каждый сам решает в магазе здесь конечно на пляже они торгуются получше повеселее все маму хуана это вариант когда можно самому сделать не вести уже бутылки которые хотят и вот здесь можно будет уже самому долить вина и меду здесь уже самим делать вино и мед или ром мед кто как хочет только хочет сахар взял все-таки хочется натурального взять тростникового сахара вот за два пакетика доллара дал здесь наверно по полкилограмм на килограмм доллар такие вот сувениры я взял домой так что у нас трой человек там еще какие то есть у нас чемодане лежат я вот самый такой достал что показать но и с ценами ознакомить что здесь можно купить в основном что получается ром сигары какао кофе но и какие-то сувениры там плюс драгоценный там в камень еще есть тоже вот дать еще раз покажу как выглядит этот номер все-таки я считаю поразительно поразительно красиво метров 150 200 и вот это вот красота она вот перед вами да ну что смотрим любуемся оцениваем может кто захочет доплатить и получается здесь с видом есть на бассейн вот эти приемные номера каждый пусть решает потому что все равно за вайфа и вайфа и нужен ну интернет по крайней мере нужен вот плюс сейф тоже вашу роль играет может сразу по единстве смотрите в этом году отменили можно было мы у нас вылет завтра будет 6 вечера выселение идет в час раньше было что можно было по премиум номерам выселяться позже вот в этом году от именно отменили это был тоже плюс в этом плане что так вот решайте сами все ребят показал вам красоту не хочется не нужно не хочется уходить нет уходить надо на пляж еще позагорать отдохнуть завтра у нас еще как бы денечек есть вот дать и с этой стороны посмотрим неплохо неплохо все что элементарно есть прохладник конвей работает все смывает водичка есть горячий напор хороший ну че еще надо ну слишком тут придираться так ходить то что мне не понравилось на что мне не понравилось но сначала было неприятное такое ощущение как при заезде когда на завезли там несколько там автобусов столько было народу но видео я снимал да прям весь ресепшен забита страшно стало что такое это вот так в основном все остальное хорошо нормально никто не обижает здесь отдыхайте в поселок ходим никто не придирается да еще чуть не забыл показать смотрите вот это какао вот они зерна какого получаться с имбирем мы пробовали очень вкусно нам понравилось ему здесь поселки покупали так что имейте ввиду берите очень вкусно и вот это ванильное масло жена брала смотрите всего стоит 50 местных песо это 1 доллар все ребят если кому понравилось то если не жалко пальчик вверх поставьте поддержите мне будет приятно что кто-то посмотрел это видео а если оно еще и полезное оказалось кто-то поедет в эти края в этот отель и он посмотрел мой обзор и этот обзор был полезен то конечно это будет приятно там в комментариях напишите что я принес пользу там было понятно что как этот отель выглядит вот представление теперь вы о нем имеете подписывайтесь на канал если понравилось я снимаю все что интересно так ну все покеда всем счастливо хорошего отдыха а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok